Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы обратимся сейчас к седьмой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. В седьмой главе, вернее, в той части послания, которая впоследствии попала в седьмую главу, была рубрицирована как седьмая глава, здесь апостол обсуждает со своими читателями разные формы поведения, отношения христиан, связанных с таким феноменом, как брак. И вот чрезвычайно важно и полезно не только услышать его конкретные, так сказать, советы, что он делает и что он рекомендует в каких случаях, но и попытаться почувствовать его отношение вообще к этому феномену и к этой проблеме. Потому что начинает этот разговор Павел с одной стороны довольно такого странного подхода. Он говорит, что лучше человеку не касаться женщины. Женщина тоже человек вообще-то. Ну уж ладно, лучше человеку не касаться женщины, но если не можете, то для того, чтобы там, значит, вот свои гормоны держать под контролем, лучше жениться. Вот такое рассуждение очень странное, очень удивительное, потому что держать гормоны под контролем не такая безумно трудная задача на самом деле. Хотя, да, грекоязычное общество, культура, эллинистическое, окружавшее первых христиан и впоследствии просочившееся, так сказать, впитанное из окружающей среды церковью, ну да, она исходит из того, что это прям такая-такая большая проблема, что с ней невозможно справиться, это самое трудное в жизни, нравственное, да, держать пухту под контролем. Нет, это неправда. Но вот кажется, что апостол поддерживает именно эту точку зрения и во избежание блуда предлагает жениться. Каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Ну, вообще говоря, это, я бы сказал, мягко скажем, странное, если не сказать сомнительное, основание для брака, для того, чем на самом деле может являться христианский брак, и чем он является, по крайней мере, потенциально. Но заметим еще, что, скорее всего, в церкви почти еще нет этого опыта настоящего христианского брака, а если есть, то еще не отрефлексированный. Вот, и что это все означает? Пока просто христианами не осоздано, апостолам в том числе. И вот поэтому он начинает с такой действительно очень упрощенной и очень поверхностной причины, так сказать, вступать в брак. Потому что брак ведь далеко не только, как это, упорядоченной сексуальной жизни. В нем есть гораздо более важное и глубокое содержание, о котором Павел в данном месте молчит. Молчит. Он в более поздних посланиях на самом деле будет писать об этом и писать по-другому. Но здесь вот так. И те, которые в браке пребывают, апостол говорит, «Муж оказывает жене должное благораспороложение, жена не властна над своим телом, но муж, и муж не властен над своим телом, но жена». Ну, помимо довольно очевидного прямого смысла этих слов апостола Павла, обратите внимание на симметричность этих взаимоотношений. Мы часто приписываем Павлу авторство чуть ли не домостроевских нелепых и, честно говоря, подлых идей про то, что мужчина главный, женщина должна сидеть в углу и молчать в кухонную тряпочку. Нет здесь этого. Нет. Павел говорит о вполне симметричных взаимоотношениях. И это тоже на самом деле очень важно. И дальше тоже в седьмой главе то, что он говорит, чрезвычайно важно. И вот здесь, смотрите, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время. Обращает на себя внимание, во-первых, я бы сказал, некоторая неохотность того, что Павел говорит в данном месте, те рекомендации, которые он предлагает, потому что, мне кажется, у него нет уверенности в том, что он имеет право и достаточное основание для того, чтобы здесь что-то советовать. Потому что, опять-таки, он не видит, по крайней мере, в этом тексте, в тот момент, когда он его пишет, в этой части своей аргументации, он не наблюдает внутреннюю, подлинную, глубокую сущность брака. Он говорит о внешней, вполне, так сказать, эротической стороне. Вот не уклоняйтесь друг от друга. Но при всем том, обратим внимание на то, что эти слова совершенно перпендикулярны традициям и взглядам, которые сформировались у христиан в более поздние времена. Мы говорим, в первую очередь, конечно, о православной культуре, как все остальные нас в меньшей степени касаются, скажем прямо. Ну вот, понимаете, в более поздние времена, еще, конечно, в первом тысячелетии, но все-таки через несколько столетий после Павла, ну как-то было принято думать совсем по-другому, что уклоняетесь друг от друга, и даже находились такие своеобразные позиции, точки зрения, которые прославляли, одобряли такую насквозь фальшивую вещь, когда люди формально живут в браке, а фактически в нем не состоят. Это, в общем, так сказать, разновидность вранья, конечно. Понимаете? Да, так все было сформировано в более поздние, по сравнению с Павлом, времена. Там как раз все считали, что надо всеми силами уклоняться, по согласию, не по согласию, не на время, а навсегда. И даже более того, понимаете, в современных каких-нибудь православных календарях еще есть отголоски, отголоски, к счастью только, а не прямо указания, когда, чего, в какие дни можно. Хотя, кто такие составители этих календарей, чтобы лезть людям в постель. Апостол же говорит совсем по-другому. Совсем он говорит, не уклоняйтесь друг от друга, только если на короткое, во всяком случае, на время, по взаимному согласию. Там Павел по контексту подразумевает, конечно, время не слишком продолжительное. То есть, видите, он, оказывается, видит мужа и жену здесь, как некоторое единство, согласие внутри которого достаточно для того, чтобы регулировать в том числе и вот эту интимную сферу жизни. Достаточно. И нечего тут вообще никому лезть со своими советами и ценными руководящими указаниями. И Павел, вот понимаете, потрясающее свойство этого человека, потрясающее, которому надо подражать, может быть, больше, чем чему-нибудь другому. Он четко понимает, где его мнение, а где повеление от Бога. И вот в седьмой главе мы это увидим еще несколько раз. Он говорит, это сказано мною, как позволение, а не как повеление. Он понимает, что его слова могут быть восприняты как повеление и говорит, нет, не надо, не надо. Это, так сказать, моя позиция в смысле дозволительности, но не прямые указания, что надо поступать так или не так. И дальше он будет говорить, вот это вам говорю я по своему мнению, опыту, взгляду, а вот от Бога я принял вот это, другое нечто. И это страшно важно. Умение различать, где твое, где то, что ты говоришь, как в старорусском языке, это называлось, от ветра в головы свои я, и где действительно принятое от Господа Иисуса Христа это умение жизненно важно для каждого христианина. На самом деле, именно это апостол Иоанн в своем письме называет развлечением духа. Ну вот, тем не менее, возвращаясь к посланию апостола, в седьмом стихе он делает еще одну очень важную и тоже замечательную оговорку. Он говорит, ну вот там, да, я желаю, чтобы люди были как я, потому что Павел в этот момент одинок, ведет сломудреный образ жизни, ну и, соответственно, ожидает, что недолго этого осталось, потому что скоро всему конец. Вот хочу, чтобы все были как я. Но, говорит он, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. И Павел, будучи апостолом, будучи не просто апостолом, апостолом народов, одним из действительно важнейших людей в миссии, в свидетельстве Христовом, в рождении и становлении церкви, он тем не менее говорит, что вот, да, одним так, а другим иначе. Не надо, и все не должны следовать друг за другом в едином порыве и воспроизводить одни и те же образцы. Важно, кого как Бог призвал, кого как призвал Бог. Вот что важно для апостола, и это тоже чрезвычайно важно услышать за фасадом, так сказать, его рассуждений о брачных проблемах. А дальше он говорит совсем иначе. О вступившем в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться со своим мужем, а мужа не оставлять жены своей. Вот. Если же разведется там, оставаться безбрачным или примириться. То есть Павел говорит следующее. Для Бога важно, чтобы человек хранил святыню брака, чтобы человек хранил верность в браке, и брак был действительно ненарушим. Вот это то, что повелевает Господь. А там все, что до этого было сказано вокруг этой проблемы, это скорее все-таки мысли апостола Павла. Хотя он в другом месте говорит, что я все-таки имею право на эти мысли, потому что у меня есть опыт, у меня есть призвание. Но тем не менее, вот он, повторяю, очень четко различает свое от Божьего и не выдает свое мнение за Божью заповедь. Вот, собственно, что важно. и что мы очень часто не соблюдаем, с большим трудом соблюдаем, выдавая свое мнение за Божью заповедь. Павел этого не делает. И еще дальше, в середине седьмой главы, вот в стихах с 12 по 16, Павел говорит о браках, так сказать, смешанных, когда один из супругов, либо муж, либо жена, неверующие. И тоже здесь снова мы видим вполне симметричное рассуждение. Он вполне одинаково говорит о ситуации, когда муж верующий, жена неверующая, жена верующая, муж неверующий. И рекомендации, так сказать, одни и те же здесь даются. И это тоже чрезвычайно важно, потому что, ну, скажем так, придает некоторый объем такому плоскодомостроевскому образу мужа как хозяина жены. не так все просто. И вот Павел говорит, если у человека жена неверующая, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Почему? Да потому что тот брак, который совершился, состоялся, вся его, так сказать, внешняя сторона, там, был он оформлен в ЗАГСе или как-то еще. Да, это дело десятое. Важно, что этот брак состоялся, и это серьезная вещь. Серьезная вещь. Таким образом, для Павла брак больше, чем, как сказать, богослужебный феномен, да, как мы могли бы сейчас с вами подумать. Дело не в том, что там таинство, венчание, оно, оно таинство, оно важное, это все без сомнения так, но тем не менее, вот апостол говорит о ситуации, когда один супруг верующий, другой нет. В данном случае, муж верующий, там, брат имеет жену неверующую, не должен оставлять ее, потому что вот это их единство, где будут двое вплоть едино, в одно существо, оно слишком глубоко, и как бы ни были извилисты или своеобразны пути, которыми этот брак состоялся, это брак, и он не должен нарушаться, не должен оставлять ее, и наоборот, конечно же, жена, которая имеет муж неверующего, и он согласен жить с ней, или она согласна жить с ним. То есть, Павел предлагает вот какую ситуацию, когда один супруг верующий, другой неверующий, тот, который верующий, ну, или хотя бы хочет быть верующим, и хочет считать себя верующим, тот запрещает для себя разрушать этот брак, запрещает для себя, но не для другого. Дальше вопрос, согласен ли он жить с ней, или она с ним, то есть отдает другому свою свободу, ограничивая себя заповедью Божьей, правдой Божьей. Вот это, на самом деле, чрезвычайно тоже важная картина, важная. Дальше апостол говорит о том, что вот эта их связь, она настолько глубока, что говорить о ней вообще невозможно, это не поддается словам, но в этом единстве мужа и жены, если один из них верующий, это меняет жизнь обоих, потому что действительно будут двое вплоть едины, Павел в это верит, и, стало быть, освящается и неверующий. Вот поэтому он говорит, неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим. Он совершенно не имеет в виду, что жена каждый день на кухне пилит его и говорит, что вот не буду варить тебе борщ, пока ты не покрестишься, или там, значит, не повенчаешься, или что-нибудь еще. Нет. Не это называется у Павла освящением. Ему бы в голову ничего подобного не могло прийти, он бы в ужас пришел, если бы увидел, что мы, так сказать, нагородили на этой почве. Нет. Он говорит о святости, как о принадлежности Богу. То есть, видите, вот в этом фрагменте с 10 и до 16 стиха апостол говорит о том, что в браке вот эти две половины настолько в глубоком единстве находятся, что если одна из них принадлежит Богу, вторая тоже. Вторая тоже, если только не отрекается от этого брака, потому что это сказывается на жизни всей семьи, обо всей семье, собственно, вся семья, только два человека, неверующий муж освящается женой верующей, неверующая жена мужем верующим. Повторяю, что может быть самое поразительное это то представление о браке как об экзистенциальном единстве двух личностей, неразрывном, простирающемся в вечность, в Царство Небесное, ненарушимом единстве, вот на основании которого Павел строит вот все эти части своего послания в седьмой главе. Дальше во второй половине главы снова посмотрите, он говорит удивительную вещь, только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям. Дальше он несколько вариантов тоже положения, так сказать, социального для христиан обозначит, вот идея апостола, каждый поступай так, как Бог ему определил, не вообще какие-то общие правила обязательные к выполнению. Ну, 10 заповедей, без сомнения, общие правила обязательные к выполнению, тут как бы не о чем говорить, но Павел в данном случае, конечно, имеет в виду более, так сказать, частные вещи. Вот он говорит, каждый поступает так, как Бог ему определил. Это говорит, в первую очередь, мне кажется, о том, что Бог не склонен иметь дело с человеческими массами, всегда разговаривает с каждым человеком по отдельности, и призвания у людей разные, сильно разные, заметно разные, и пути, которыми Бог людей ведет, разные. Поэтому Павел говорит о том, что не надо выдумывать тебе общую схему, надо поступать так, как Бог тебе определил. И далее, до 24 стиха, с 17 по 24, апостол говорит о социальном положении, в первую очередь, имея в виду рабство, потому что, конечно, довольно много рабов было в первых христианских общинах, в том числе в Коринфе, в общине, которое обращается в данном случае апостол Павел, начинает он вот с чего, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли необрезанным, не обрезывайся, потому что и то, и другое, ничто, обрезание, необрезание, все в соблюдении заповедей Божьих. То есть он говорит о том, что важно заповеди соблюдать, обрезанный ты, необрезанный, в данном случае уже ничего не меняет для твоих отношений с Богом. И вот каждый оставайся в том звании, в котором призван. И апостол говорит о том, что ну, рабом призван. Ну, хорошо, ладно, рабом. Мы все рабы Бога. Если ты свободный Господа, призванный свободным, ну, ты же на самом деле раб Христов, да, потому что мы отдаем себя Ему, и вы не свои, как он писал в предыдущей главе, куплены дорогую цену. Таким образом, он предлагает изменить точку отсчета, считать себя рабами или свободными не в зависимости от человеков, а в зависимости от Бога. Мы рабы Бога Всевышнего. Но при этом, правда, Павел вовсе не витает в облаках и говорит, но если ты раб, и у тебя есть возможность стать свободным, лучше воспользуйся. Лучше воспользуйся, потому что рабство довольно ненадежное состояние социальное. Часто действительно раб невластен над собой, и, конечно, это состояние крайне нежелательное, затрудняющее, я бы сказал, путь к Богу, путь за Христом. Поэтому, говорит апостол, если можешь освободиться, то лучше воспользуйся, воспользуйся этой возможностью сделаться свободным. Но самое главное, тем не менее, для него то, что мы все, рабы свободные, рожденные, и так рожденные, и так обрезанные, не обрезанные, мы все куплены дорогую цену, и не делайтесь рабами человеков. Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Снова он, как и в шестой главе, повторяет вот эти слова о цене креста, о цене, которую Господь Иисус заплатил за нас на кресте. И в данном случае для него вывод вот такой, не делайтесь рабами человеков. Вы рабы Богу, не делайтесь рабами человеков. Ну и вообще говоря, это, так сказать, прямой, конкретный, простой призыв не делаться рабами человеков. Удивительно, конечно, да, как трудно было в течение долгих столетий христианам этот призыв слышать, ну и актуальность свою он не потерял даже и до сего дня. Следующая часть рассуждений апостола Павла или его советов здесь с 25 стиха по 35. Это мнение именно самого апостола о том, вступать или не вступать в брак. Смотрите, начинает Павел словами относительно девства «Я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным». Павел говорит таким образом «Бог мне ничего здесь не просил передать, не давал повеления, но Бог дал мне милость сохранить ему верность, и поэтому я даю совет». И, собственно, суть советов апостола Павла в данном случае сводится к тому, что, ну вот оставьте как есть, все равно скоро конец времен, скоро мир изменится, жизнь изменится, все изменится, потому что будет второе пришествие. Поэтому соединен ты с женою, не оставляй ее. Если нет, не женат, ну уже и не ищи, потому что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и так далее, вполне возможно, что здесь Павел, судя по поэтическому характеру, цитирует некий недошедший до нас ранний христианский гимн, и заканчивая он это все словами, проходит образ мира сего. Таким образом, здесь мы видим, как перспектива грядущего конца времен дает Павлу вот такое видение, уже не надо в этой сфере ничего менять. Женат, не разводись, не женат, уже не ищи жену, времени осталось мало. Ну, видите, поскольку мы явно совершенно живем в другой перспективе, когда конец времен скорее для нас описывается словами «не ваше время знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти», и мы все же живем по отношению к все тому же концу, не зная времен и сроков, то, в общем, и скорее для нас будут актуальными те слова, которые Павел говорил в первой половине этой самой седьмой главы. А далее с 32 по 35 стихи апостолу предлагают своим читателям некоторое такое рассуждение, которое мне, как женатому человеку кажется очень неочевидным. Я бы сказал, что человек неженатый. Ну да, он так может рассуждать. Но это очень, я бы сказал, такой специальный взгляд. Павел говорит следующее, неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Ну и наоборот, соответственно, не замужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, а замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. Может быть, у него был такой опыт, может быть, он видел в основном такое, хотя на самом деле это совершенно не так. И сплошь рядом мы видим, как неженатые профессиональные неженатые, я бы сказал, заботятся о том, как бы накопить себе больше устриц. Ну, и так в течение всей истории сплошь и рядом происходит. Неженатый заботится о своем, а не о Господнем. женатый стыдится жены верующей. Вот, может быть, кстати говоря, что имеет в виду апостол Павел чуть выше в этой главе про то, как там неверующий освящается верующим супругом. Одним словом, вот позиция Павла здесь вот такая. Он говорит, что времени очень мало, и надо думать о Божьих делах, которые еще не доделаны. Может быть, вообще именно этим, а не специфическим опытом апостола следует объяснить его позицию в этих словах с 32 по 35 стихи. Ну, вот так. Может быть, действительно, так близко день Господень видится апостолу Павлу, что все то содержание брака, которое, так сказать, происходит между супругами, а это на самом деле вполне себе, так сказать, церковь домашняя, в которой пребывает Бог, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас, говорит Господь. Вот этого Павел не видит картины, когда посреди двоих пребывает Господь. Ну, или он знает, что такого никогда не видели его читателей и предпочитает об этом не говорить. Может быть так, может быть так, может быть он считает, что все вообще некогда, некогда отвлекаться, так сказать, на Христа, пребывающего посреди двоих, а надо чем-то другим заниматься, на что-то другое потратить оставшееся время. Повторяю, что это очень специфический взгляд, который большинство исследователей объясняют специальным опытом апостола Павла, негативным опытом в его семейной жизни. Ну, и все-таки в конце он оговаривается, говорю это для вашей же пользы, не чтобы наложить на вас узы, а чтобы вы непрестанно служили Богу без отвлечения. Может быть еще, впрочем, еще одно возможное объяснение, что апостол имеет в виду ту половинчатую семью, о которой он в основном в первой части и говорил, половинчатую, в которой один верующий, один неверующий. Тогда может быть его слова, что женатый забудется о мирском, как и угодить жене, а не женатый о Господнем, может быть тогда они имеют некоторое объяснение, почему он говорит именно так. Тем не менее, вот такое довольно непростое, скажем, прямо место в седьмой главе. Ну, и, наконец, заканчивается седьмая глава еще одним вопросом, которому, кстати, может быть, вполне, что Павел следует вопросам, которые ему задавали вестники из коринфской общины. Вот еще один вопрос о том, выдавать или не выдавать замуж дочерей. Причем рассказывает апостол Павел об этом с точки зрения римского paterfamilias, то есть человека, который имеет право казнить и миловать, выдавать замуж или не выдавать замуж своих дочерей, сыновей, женить и так далее. Хотя очевидно, что адресаты Павла едва ли практикуют собственно вот эту власть paterfamilias римскую, да она и в самом Риме, в чисто римском обществе того времени уже не особо так сказать проявляется. Тем не менее апостол говорит о том, что человек решает за своих дочерей выдавать замуж или нет. Пусть делает как хочет. в общем понятно, что для современного человека мы по-другому относимся к свободе дочерей решать выходить им или не выходить замуж. Все-таки они решают. Это само собой разумеется. Но апостол предлагает вот что выдаст не согрешит. не выдаст тоже не согрешит. Он предлагает не видеть греховности или негреховности вот в таких вещах. То есть выбор, о котором вообще идет речь, это не выбор между грехом и негрехом, праведностью. Какой-то другой. Можно так, и в этом нет греха, можно так, и в этом нет греха. Хотя личный взгляд Павла в том, что если не выдавать свою девицу замуж, так лучше. Хотя мы бы скорее склонны были спросить саму девицу. Апостол Павел очевидным образом не считает нужным это делать. По крайней мере не пишет об этом. Но для нас важно увидеть вот этот выбор между альтернативными вариантами выдавать замуж и не выдавать замуж. Когда ни тот, ни другой варианты не являются грехом. Так бывает. И так бывает даже в таких серьезных вопросах, как выдавать замуж или не выдавать замуж. Получается, что наверное и в гораздо более простых вопросах тоже не всегда так. Грех эдак не грех. Мы иногда и выбираем более созидательно. На самом деле это может быть самое главное, что нам сейчас важно увидеть в этих словах апостола.